прекрасными родителями, прекрасными детьми. Как я это вижу, когда каждый раз приезжаю в Австралию, каждый раз. У нас так много сахаджа йогов. Вы знаете, сначала я говорила им, они очень бедные, они не могли поверить в это. И они хотели дарить мне подарки. Я говорила, не дарите мне подарки. Нет, мать, вы тоже дарите нам так много подарков. Хорошо, хорошо. Так мы начали с 50 фунтов для всей Австралии. И вы знаете, вы находитесь на самом дне, даже ниже, чем Турция. В Турции у нас едва ли наберется 21 человек. Потому что вы бедны. И это бедность внутри, а не снаружи. Затем сила, так называемая, это по части денег. Теперь каждый старается стать лидером. Вы не видели, как лидеры пошли вниз по лестнице и ушли в ад? Вы не видели этого? Лидерство – это самая худшая вещь, которую только можно принять. Это проверочное средство. На низшем уровне это лучше. Если вы уходите на тот уровень, тогда эта сила вползает в вашу голову. И тогда вы начинаете путаться с деньгами, путаться с женщинами, путываться во все грязные вещи, которые вы делаете. Я имею в виду, вы думаете, что вы теперь стали очень могущественными и делаете, что хотите. Поэтому никогда не стремитесь в лидеры. Вот что я вам скажу. Слава Богу, я не лидер. Говорите так. Особенно в вашей стране. У вас так много примеров того, как эти ужасные лидеры полностью разрушают вас, людей. И сахаджа-йогу. Если сахаджа-йога будет разрушена, вы будете разрушены тоже. Неужели вы этого не понимаете? Вы неотъемлемая часть сахаджа-йоги. Если же вам нужны люди, то лучше вам поехать в Россию. Какой смысл ехать в Австралию? Или в Мельбурн? Русские совсем не своевольные. Вы будете удивлены. Только один человек, Олег, который был в Швейцарии, в посольстве. Он один такой, потому что он научился этому там. Поскольку они жили коллективно, они знают, что такое коллективная жизнь. И они все время интроспектируют. Такие скромные. Вы не поверите, даже их газеты, такие скромные. Когда я говорила с ними, они сказали, «Но, мать, мы ничто по сравнению с другими в духовности». Можете представить? Те, кто находятся столь высоко, так говорят. Они поклоняются таким прекрасным вещам. Они желали того, чтобы я позволила им проводить пуджи в каждом месте. Такие жаждущие. Вы видели их, когда они приезжали? Вы видели этих румынцев? 125 человек приехали в Венгрию. И они никогда не используют книги. Никогда. Можете себе представить? Никаких книг. Они все знают наизусть. Я спросила, «Как у вас это получается?» Они ответили, «Пока мы не выучим наизусть одну песню, мы не поем следующую». И эти 125 человек поют так прекрасно, что баба-мама сказал. Они заставили нас краснеть. Я не знаю, откуда они это взяли. Как они научились этому? Какие прекрасные люди эти венгры. И я сказала, «Где вы собираетесь остановиться?» «В саду?» Я сказала, «В саду?» Ночью там довольно холодно. «Мать, вы заботитесь о нас?» Они никогда не беспокоили меня по поводу своей еды. Я не знаю, где они ели, где они жили. И на следующий день они уже уехали. Я спрашивала, «Как же вы приехали?» «На пуджу». Такие чудесные люди. Такие прекрасно установленные люди. Как только собираются все эти шесть стран, вы получаете тысячи и тысячи настоящих искателей. Они не ищут денег. Они не ищут всего этого абсурда. Они не ищут власти. Они ищут Бога. Они ищут истину. Они ищут свою суть. Я имею в виду, что вы можете увидеть это и провести сравнение. В чем разница между ними и остальными европейцами? Вы будете удивлены. Люди приехали, скажем, из Бразилии в Португалию. Из Португалии в Бразилию. Они гораздо лучше, чем эти люди в Португалии. Затем испанцы. Испанцы, которые приехали, скажем, в Америку. Испанцы там – это чудесные люди. Иранцы, которые приехали из Ирана. У нас 900 иранцев в Лос-Анджелесе. 900 иранцев. Это значит, что все эти этнические группы опрокинут вас вниз. Это все, что я вижу. Почему? Почему это должно произойти? Вы тоже люди. Вы тоже искатели. Вы тоже честные искатели. Вы искали все свои жизни. И в прошлых рождениях тоже. Но когда вы рождаетесь в этих странах, вы так сильно погрязаете в абсурдных условностях своей страны. Во всех этих странах есть этот абсурд. Коммунизм действительно и помог. Говорю вам, он помог им. Поверьте мне, он помог им очень сильно. Этот тип демократии стал демонократией. Настоящей демонократией. Вы должны думать, какими мы должны быть, какими мы хотим быть. Зачем мы в Сахаджа-йоге? Никто не заставлял вас приходить сюда. Ради чего вы здесь? Ради какой цели? Что я делаю? Одна маленькая деталь, вы должны слушаться своего лидера. Или же вы должны писать мне. Это самое большее, что вы можете сделать. Я не говорю за деньги. Забудьте это. А также я знаю, что есть очень хорошие Сахаджа-йоги, отличные Сахаджа-йоги. Это я тоже знаю. Но они оказываются задавленными, оказываются задавленными теми немногими, кто пытаются просто навязать свои идеи. Представляете, даже англичане изменились. Но когда они приезжают в Австралию, они начинают показывать зубы. Удивительно. В Англии с ними все в порядке. Неужели Австралия служит почвой для взращивания подобных вещей? Почему мы не можем прийти к той мудрости, где мы поймем свою собственную цену, свое самоуважение, поймем, ради чего мы здесь? Как это сделать? Скажите мне. Я дала вам реализацию. Я работала очень усердно, каждый день. Вы видели меня вчера. Нигде я не делаю ничего подобного, кроме Австралии. Поверьте мне. Я касаюсь каждого. Я поднимаю кундалини каждого. Я работаю над всеми, будь то бхуты или ракшасы. Больше нигде, потому что я знаю, что здесь есть проблема. Но неужели вы не думаете, что вы тоже должны помогать себе? Вы должны медитировать, и вы должны поддерживать коллектив. Все вы должны поддерживать коллектив. Не начинайте говорить плохо о других. Шри Иисус сказал, остерегайтесь ропщущих душ. Он сказал только остерегайтесь. А я говорю, ропщущие души, остерегайтесь сами. Все наоборот. Я не Христос. Чтобы предупреждать вас, остерегайтесь ропщущих душ. Лучше я предупрежу всех ропщущих душ быть очень осторожными. Потому что началась Крита-юга. И это парамчайтание стало динамичной. В связи с этим вы все получили реализацию. И вы слушаете о чудесах людей. Смотрите, как им помогают. Вы видели мои фотографии. Мне больше нечего говорить о себе. Вы знаете, это очень хорошо. Но только умом, не в своем сердце. Поэтому сейчас, пожалуйста, поймите. Вы должны заставлять себя. Вы должны следить за собой. Вы должны уважать себя. И свою суть. Вы не обычные люди. Вы не как все те австралийцы, которые не имеют с Богом ничего общего. Вы искали в своих прошлых рождениях. Вы искали так много жизней. Вот почему вы здесь. А иначе бы вас здесь не было. Вы искатели. Давние искатели. Но сейчас это ваше современное рождение не должно ослеплять вас. Полностью уводя от реальности. Я знаю так много хороших людей здесь. Но я не знаю, что сказать. Итак, все это я должна сказать перед Пуджи. Я никогда не говорю так. Но я была так встревожена, когда увидела, как люди себя ведут. Особенно вчера, когда я увидела, как все эти люди проходили передо мной, тряслись. Носить мои бейджи и трястись передо мной. Как еще я могла вчера себя чувствовать? Скажите мне. Прошлой ночью я не могла уснуть до пяти утра. Честное слово. Все это расстроило меня очень сильно. Вот я здесь, усердно работаю, проделав весь путь в Австралию. У меня так много других дел. Горбачев хотел встретиться со мной. Я сказала, нет, я не могу приехать. Я должна ехать в Австралию. Но я не знаю, насколько высоко вы цените мое внимание к вам. Если кто-то начинает какую-то самовольную деятельность, пожалуйста, сообщите мне. И ничего не должно делаться секретно. Я должна знать абсолютно все. И если вы не говорите мне, я все равно узнаю. Печально, что в этот день я должна говорить это. Но это кундалини. Кундалини – это могущественная вещь внутри вас. И вы должны заботиться о ней. Я рассказываю вам о кундалини, потому что это ваша мать. И она следит за вами все время. Она знает ваши проблемы. И когда вы начинаете уходить из центрального канала, она падает вниз полностью. Затем вас выбрасывает либо вправо, либо влево. Тогда вы уязвимы для чего угодно. Если вы уходите вправо, вы начинаете проявлять свою способность подавлять, быть своевольным. А если вы уходите влево, то вы одержимы. Итак, я всегда говорила, что в Австралии люди, как правило, либо подавляют, либо подавляются. Никто не стоит твердо на обеих ногах. Это нехорошо. Только те, кто являются хорошими сахаджа-йогами, знают это очень хорошо. И они твердо стоят на ногах и следят за собой. Что происходит? Все это я говорю, потому что я знаю вашу ценность. Вы не знаете. Я знаю, на что вы способны. Я мечтала, что австралийцы однажды поедут по всему миру, распространяя сахаджа-йогу. Но они как йо-йо, то поднимаются, то опускаются, поднимаются, опускаются. Иногда они лидеры, а иногда они сахаджа-йоги. В следующий раз я не поеду в Мельбурн, если услышу что-то против лидера или что кто-то не слушается лидера. Я знаю о каждом, кто пытается секретно или хитроумно говорить против лидера. Я знаю этого человека. Я отмечаю это. Не играйте в пользу плохих людей. Говорю вам сейчас. А иначе вы придете и скажете мне, «Мать, случилось то, случилось это». Ничто не поможет, кроме коллективности. Поверьте мне. Возьмем, к примеру, мои руки. Если этот палец побежит туда, а этот сюда, для этого нужно быть больным на всю голову. Нужно быть больным, чтобы ваши пальцы бегали туда-сюда, ваши руки бегали туда-сюда, все ваше тело бегало туда-сюда. Так что в следующий раз я не поеду в Мельбурн, если увижу, что происходят все эти вещи. Касательно всех остальных вещей, что бы там ни было, я прослежу за этим и решу это так, как это должно быть сделано. Я не стану играть в чью-то пользу. Вы знаете, это очень хорошо. Я очень умная. Неизвестно все. Никто не может дурачить меня. Конечно же, я позволяю им иногда. Не важно, пробуйте. Вы не должны сомневаться ни в чьей честности, порядочности, характере, невинности. Не сомневайтесь. Сомневайтесь в себе. Не сомневайтесь в других. Следите за собой. Какие вы? Ваша кундалини покажет. Я говорила, что как только эта кундалини поднимается, она пронзает родничковую кость. Она делает это так прекрасно. Вы не знаете, какие там помехи. Я видела некоторые кундалини, которые похожи на мертвых змей. Понимаете? Они едва дышат и не могут подняться. Поднимаются до Наби и снова падают. Абсолютно обессиленные. Некоторые сражаются с чакрами. Только посмотрите, как им приходится это делать. Они подходят к чакрам и хотят, чтобы божества были пробуждены, поэтому они хотят влить туда свою энергию. Но они не могут, потому что эти чакры так пережаты, а иногда просто разрушены. Бедная, бедная кундалини. Она ждет вместе с вами века, чтобы дать вам реализацию. Она та, кто принесет вам благополучие. Она ваша собственная мать. Она любит вас. И она хочет дать вам ваше второе рождение. Но помогаем ли мы ей? Делаем ли мы это для нее? Или мы ментально создаем наши стили и прочие вещи? В сахаджа йоге вы должны вести настоящую сахадж жизнь. Конечно же, все это там было. Потому что вы родились в забавной атмосфере, можно сказать. Но теперь постарайтесь увидеть сами. Почему вы создаете трудности для поднятия кундалини? Почему ей мешают? Где ей мешают? Почему она не может подняться? Что здесь идет не так? Это развитие вашей сути. Это самая важная часть. Я должна привести один или два примера, как это работает. Как я уже говорила, у вас есть все силы. Конечно же, есть. Но вы должны проявлять их. Недавно я видела два примера. Одним был Раджеш Шах. Вы знаете Раджеша Шаха? Это акула бизнеса и очень хорошо известная фигура. Президент, молодежные торговые палаты и все такое. Очень высокопоставленный. С самого детства он был очень умным мальчиком. Он был первым во всем Кембридже. Во всем Кембридже. И он имеет научную степень по математике. Все это так. Но он невероятно скромный. И у него есть определенный опыт. Он преданный Деви. Когда у него есть время, он медитирует, приходит в коллектив и работает таким образом. Однажды его дядя был очень болен. Он не был сахаджи-йогом. Но его тетя попросила Раджеша, чтобы он приехал и помолился за ее мужа. Потому что он три смерти. Они ударили все и сказали, что он умрет в течение получаса. Он прибыл туда и не знал, что делать. Он посмотрел на мою фотографию. То есть фото не было. Поэтому он достал свой медальон. Простой медальон. Я приложил его к своему лбу, рассказывал он потом мне. Сложил руки в молитвенном жесте, закрыл глаза и сказал, мать, пожалуйста, спаси моего дядю. И все. Я сказал это один раз. И дядя закрыл глаза и впал в кому. После этого он начал открывать глаза. И в течение трех дней он полностью выздоровел. Затем он поехал в Америку. С тех пор прошло около года и он прекрасно себя чувствует. Это показывает внутреннее развитие. Силы, которыми вы обладаете, это реальные силы. Не сила лидера или сила сместить лидера. Все это разыгрывание трюков самим собой и самообман. Еще один пример. Это мистер Шукла из Бомбея, который отвечает за всю поставку продуктов в Тадж-Махал. Его жена и он оба великие преданные. Но я не знала, что они настолько велики. Так вот, его мать умирала от рака в деревне, которая находится примерно в двух тысячах миль от Бомбея. И им поступил телефонный звонок, что она умрет в течение трех-четырех дней и что она в очень плохом состоянии, потому что у нее рак. он поехал туда и увидел, как сильно она страдает. Она также никогда не знала обо мне. И его опять же охватило агония. Он сказал, что же теперь делать? Он вернулся домой, увидел мою фотографию. Он рассказывал мне, я почувствовал такую уверенность, мать. Я просто встал на колени и сказал, о, мать, пожалуйста, спаси мою мать. И все. И в течение трех дней эта женщина выписалась из больницы, хотя до этого умирала. А затем она приехала в Бомбей, он привез ее в больницу, в хорошую больницу. И там сказали, что у нее нет никакого рака. У него с собой есть все бумаги. В Чехословакии была одна женщина, которую подняли на сцену в абсолютно недвижимом состоянии. Ее подняли на стуле. И каким-то образом она пыталась сидеть прямо. И она сказала мне одну фразу. мать, я знаю, что вы вылечите меня. Я уверена, что вы вылечите меня. Я сказала, правда? Она сказала, да, я знаю. Я сказала, хорошо, вставайте. И она тут же встала. Все безмолвно смотрели на это. Она встала. Затем она сказала, могу я идти вниз? Я сказала, пожалуйста, идите. Она пошла вниз по лестнице, очень старая женщина. А затем она начала бежать. И все смотрели на это и смеялись, не зная, что сказать. Она не была сахаджа-йогиней, нет. Но она что-то почувствовала от меня. Они очень чувствительны, невероятно чувствительны к духовности. Это то, что дал им их коммунизм. Невероятную чувствительность к коммунизму и чувствительность ко мне. Я имею в виду, они никогда не слышали обо мне, ничего. И просто увидев мою фотографию, их собралось 16 тысяч человек. Что вы на это скажете? Увидев мою фотографию в Москве, 16 тысяч человек. Я сказала, о боже. И я не знала, что думать. Люди спросили, как вы все сюда пришли? Они сказали, потому что мы видим. На ее лице большими буквами написано, что она божественная личность, которая пришла, чтобы спасти нас. Это очевидно, разве нет? Даже цыгане, живущие там, сказали то же самое. Они не видели никаких чудесных снимков, ничего. И полностью отдались на милость, полностью отдали свое эго, полностью отдали свое эго. Я никогда не говорила им ничего. Только представьте, когда я приехала первый раз в Ленинград, там собралось около 5 тысяч человек в том зале, и 5 тысяч человек сидело снаружи. И когда я шла внутрь, они ко мне обратились. Ма! Я спросила, кто сказал ма? Они узнали у людей, что в Индии говорят ма. Ма! Что насчет нас? Я сказала, хорошо, я подумаю. Я вошла внутрь, дала всем реализацию, и когда вышла, к моему удивлению, все они сидели там. Я сказала, хорошо, приходите завтра, мы проведем программу здесь. На следующий день все, кто сидели внутри, снаружи, все эти 10 тысяч пришли и сели снаружи в саду. Все они получили реализацию в Ленинграде. Если вы поедете туда и посмотрите, вы узнаете, что такое сахаджа йога, что она значит для людей. Их не волнует, что происходит в России. И ничего. Они сказали, у нас есть еда, мать, вы заботитесь о нас. Нам совсем не нужно волноваться, совсем. Пустите ли политики занимаются своим делом? По сути, там нет лидера. По сути, лидера нет. Бедный Богдан. Вы знаете, как плохо он дружит со счетами. Он безнадежен в этом так же, как я. И он говорит, мать, я делаю то же самое, что делали вы. В своих помещениях вы делаете маленькие-маленькие конверты. И все равно у меня получается плохо. Но он справляется. Один человек. И, кстати, вам на заметку, он австралиец. Вы должны гордиться им. Итак, один австралиец достиг столь многого. Он должен быть вашим идеалом. Вот чего вы должны достичь, а не какого-то пустого лидерского статуса. И это такая чистая душа. Вы не поверите. Такая чистая душа. Он понимает Татву Шри Ганеши так хорошо. Мне говорили, что он в Сидне, я не знаю, здесь ли он. Вот что это такое. Один человек. Он оставил свою работу, поехал туда. Заботился о них. Он австралиец, но по сути он русский. При одной только мысли о нем, внутри вспыхивает радость. Один человек. Что насчет того, чтобы вам всем стать таким? Однажды я хочу услышать, что вы все стали такими прекрасными людьми, наслаждающимися своей коллективностью. Вы не можете наслаждаться Сахаджи-йогой без коллективности. Не можете. Будь то два человека или много людей, вы должны понимать только коллективность. Это долг Сахаджи-йогов. Как я сказала, вам не нужно идти в Гималайи, не нужно делать ничего, потому что кундалини теперь пробуждена. Она пробуждена, и она слилась с целым. И это целое должно быть довольна нами. И это целое отражается в нашем сердце как дух. Это целое есть кундалини. Это целое есть дух. Как мы можем выйти из него? Так что сейчас забудьте обо всем, что я сказала. Помните лишь одно. Мы все должны быть коллективными. Только так мы сможем подняться. Коллектив это одна система божественности, которая является нашим благословением, потому что кундалини может подняться только если вы коллективны, иначе это невозможно. Если ваше внимание на самих себе она не сможет. Это то, о чем я расскажу вам позднее в Сиднее. Почему принцип бодхисаттвы должен сработать? А прямо сейчас я думаю, мы должны понять, что теперь мы молимся нашей матери кундалини. Она та, кто дала нам все. Она та, кто дала нам наш дух. Она та, кто дала нам все здоровье, богатство и процветание. и радость от нее. Мы должны быть очень благодарны ей, хотя мы и беспокоили ее, мучили ее, не слушали ее. Она все равно так заботлива, без всякой награды за это. Она так стремится осуществить это. Вот почему сегодня я подумала о Пудже Шри Кундалини, чтобы все вы поняли, как много она сделала для вас. И все, что от вас требуется, это просто позволить ей подняться. Не складывайте на нее свои маленькие, ничтожные, абсурдные идеи. Дайте ей расти. Вы должны позволить ей расти. Хорошо, давайте начнем Пуджу. Пуджа Шри Кундалини это очень маленькая, короткая Пуджа. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова